привет привет ребят привет мои хорошие чего можно сказать утро начинается не с кофе ой пол седьмого проспал что-то но не суть сейчас надо кормить хозяйства меня он увидели уже кричат но кормлю их всем несколько позже поэтому все четко кончилось зерно и еду до родителей хотя бы чуть-чуть набрать зерна и это еще не все сейчас покажу дело дело в том ребят что я неправильно поставил фильтр блин хорошо хорошо хоть люди в комментариях это заметили ну и соответственно мне об этом написали вот что благословенный youtube делает соответственно соответственно сейчас надо это все перекрутить перед поездкой и показать вам тот косяк который я сделал чтобы быть так не повторяли то есть видите маленькая дырочка я поставил вверх вроде как логично тут же болтик узкий чтобы он не болтался фильтр а большой дыркой поставил вниз тут еще она магнитик получается лечит резиночка то есть как раз вот эта большая дырка ну одевается как бы на вот эту резиночку но я и подумал что это закономерно что ли а когда мне написали я пересмотрел ну как снимал фильтр все дела и в общем я был не прав ставим сейчас этот фильтр как положено и пробуем хотя бы на пердячем пару а может даже просериться и все будет хорошо доехать до родителей набрать корма и покормить наших благословенных животных ну чё ну чё ребят с работы я доехал сюда кое-как до родителей съезжу тем паче вариантов нет а так вроде работает без газа ну как-нибудь лишь бы не стать нигде машины 2 пока что нет чтобы дотянуть думаю доеду чуть-чуть газка и всем тормозит так поставим в эту машину пойдет приехали ребят ну чё можно сказать ребят она прям едет машина просто резко разогнаться не получится постепенно постепенно газку когда чуть-чуть она разгоняется едет но когда педальку в полу нам сразу затыкается и все сделать надо но в принципе наверно не критично не знаю опа они уже ребят покрикают их и доить как бы скоро пора но сейчас они покушают а потом будет происходить процесс дойки все чё ешь ребят все накормлены теперь дело осталось накормить меня и только после этого будет происходить дойка а потом уже по плану череда сегодняшних событий будет снятой показано так так ребят вроде определились со списком дел которые надо сделать сегодня вот принарядился сейчас едем это все творить делать ездить сейчас забираешь бензокис с косы волшебную трубочку вот она вы не закостенел уже жора вот она вот эту хрень надо будет приобрести фильтр там остался по моему в бачке ну нихера страшно так ребят заодно беру монитор погиб мой любимчик сколько часов было проведено с ним отвезем саньку пусть отремонтирует не быстро ну хорошо что антоха мне дал свой старый монитор он рабочий но маленький не очень приятный по сравнению с этим экраном вверх только ложи чтобы не раздавить хорошо пуск все пошел это до ключи возьму так это трубку чтоб не загубить право ключи в семерке провод или чита провод это убрать же опять же но он тут зачем то есть надо принципе это уже как скоро не закрываться не будет сейчас до ввы за монитором вторым за антоновским тоже просила отдать в ремонт уже не навернулся там еще один есть все ребят второй монитор положен это антохин наш весь задник автомобиля в мониторах как прокачанное авто в нерабочих правда пойдет сейчас от все не важно да они есть все ребят сейчас отвозим молоко на продажу у нас уже масть пошла деньги посыпались рекой маленькой и потом уже едем зерно наклейки маклейки магазины я не знаю короче жизнь закипит ключом жирным и все мимо головы по голове не надо ну а чё все в тем уж у нас все все благоприятные события отвезем мониторы в ремонт попрет наклейку на вас 2107 попросим сделать белую кепку короче так так ребят сегодня думал на покосить траву ну я же сделаю сегодня бензокосов все предпосылки к этому есть но то видно наверно вот на стекле начинается дождик мелкий мерзкий но все равно дождь и что из этого получится теперь я не знаю может пока проездим дождь закончится будем надеяться на лучшее банки без денег а то обычно прям прям банки лежат сейчас сон страшно расскажу чуть ли в поту не проснулся блин короче приснилось мне что пришел на магнитофон я его раскрываю там не такой двухдиновый знаешь как мы рубли за 200 покупали на продаж плата чуть больше просто у нас там ну практически так еще от какой-то товарищ мой там вот оказался который узнал что мы выписываем магнитофон и после нас выписал на типа такой же ему пришел нормальный почему так почему я почему не он и ты во сне такой на колени практически да поджал позу эмбриона и орать нет 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 круче пигня какая-то получилось но я тебе напряженный андрюша значит все будет хорошо идет магнитофон даже лучше чем ты ожидал так я главное что понимаешь прислали бы хотя бы двухдиновый чтобы он хотя бы размером сам на то вообще там ну как не в тема куда хуже ну да да работать работать обин за косу почти сделано я понял что сделать я пытался эту шланг очко день проковырялся час наверное так и не одел обиделся плюнул я думаю сейчас весь день проковыряюсь так и не одену проще и поехать купить за 50 рублей значит день тратить на это но того не стоит так ребята это открыто но что-то странно что никаких дядек нету тетях машин не дай бог нету нам нужного зерна и другие места там где мы чумен покупаем они не есть 580 все хорошо ребята то у меня уже начала вибрировать душонка моя дряблая не ночью я-то испугался до мешок принципе уже хватит а там смотри кидай багажник сбоку она влезет это сбоку пачку 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 сверху начнут дал мешки кидать мешать будет я думала сладенькую сладенькую но можно опять же муку на у нас на общение можно знаешь хлеб все-таки она испеку только этот сухарики сделай у нас паска в фыске нас раз надо пошинковать и посушить чтобы не пропало но сладко как раз на сухари она уже пойдет потому что она уже не сильно свежим дальний под не целая но здравствуйте спасибо поехали ну это одна из главных миссия другая главная миссия это мото коса это уже продержимся две недели мешок на неделю полторы недели точно продержим а там туда-сюда летишь и зарплата будет прорвемся приехали к этой саньку мониторы сейчас относим пугает вот эта машина с посклицательным знаком сзади там девочка по идее надо надо успеть уехать пока не пока не поехала на не ну судя по цвету и мальчики тоже бывают разные ладно берем мониторы и до санька оба хабабабон бери один я другой да тут еще блок питания у меня посолиднее опа пошли контакты контакты ребят все записываем контакты там где делают мониторы телефоны делают все откроешь все ребята дали оба монитора вроде записал наши телефоны чтобы он не остался как прошлый раз на года на год или насколько короче как то так обещал сделать быстро резко качественно как он делает это всегда обычно а теперь самое главное самое важное но на мой взгляд попытаться купить вот эту запчасть на бензинокосу приехать и соответственно и сделать по газовать и показать вам какой славный добрый кудесник как я могу делать бензокосы при наличии запчастей я тебе не сказала как-то необыкновенно хорош да ну еще раз периодически просто равный промежуток времени чтобы я не остывал от этого жжения великолепного ладно поехали ребят видите мы успели тетка нас еще не задавил ребят сегодня косить не получится и не только из-за дождя похоже часа подойду ближе вот он в этот магазину что-то там какие-то страшные засовы непонятно что как короче надо посмотреть выходной понедельника сегодня не понедельник случайно нет но вполне возможно что просто вышел до вышел куда-то или просто задержался сегодня то есть а может быть связи с вот этими ну как бы праздниками сейчас 9 мая но видишь она как бы рынок то не сильно не я не знаю опять же ничего паника ну завтра приедем все одно завтра семерку на завтра не будет скорее всего работать почему ну потому что же говорю начинаются красные дни календаря выходные дни у меня ну я не знаю где еще я вот это единственный как бы который знаю давай тогда так сейчас едем тогда витаптеку покупаем то что нам надо аптеку едем таблетки с мясом покупаем таблетки с мясом покупаем но что делать и едем туда под горку ребят ребят расстроен обескуражен где-то небольшое негодование но ира уже придумала другой магазин где есть запчасти на эту бензокосу обещали во всяком случае так заедем туда там где мы покупали подшипники на нашу бетономешалку что-то армагедец какой бордюры бордюры бордюрный рай ребят свершилось чудо идем витаптеку наконец-то приобретаем ну или приобретем лекарства до кроликов лишь бы не получилось что это так как примерно на бетономешалку вот это мы купили мы-то решились ну и что были лекарства пора их прокалывать прокалывать пора давно поэтому идем вот ребята это вид аптека я хоть раз вам издалека покажу готов при кирочку и как правило там ничего кроме двери не видно а сейчас все по взрослому котики собачки одежда наполнители косметика забыли надо ну жура жура сюда не допрыгнуть его только сажать но маленький 5 вот столько накупили тут и кроликом и котиком и от клещей от блох от гемки от шишек у короче все 707 рублей до ир вышла вот такие у нас прибыльные животные сейчас тогда ребят берем еще лекарство траву побрызгать от клещей чтоб на территории не было и два жирных беляша для придатия радость и организму от клещей траву брызгать или как на участок спасибо большое хорошего все пошли раши торговли за пирожком сегодня легче будет пробиться очередь не такая великая два-три человека в легкую дочь маленький а такой мокрый пункте надо еще не завести завезем погнали туда или нет сюда ближе хорошо она посредине примерно у кайфу как не сильно горячих в губья не пить чуть видать ну народу мало не успевает за кубы купать но что делать вкусно самое главное вот это погодка японский пирожком вопросе шлем как поддрагивает 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 машине гораздо уютнее как ни странно все короче ехаем теперь домой нет мы едем под горку мы едем по дворку пробуем трубку купить завозим муку и все и под горку и дома все понял ребят приехали вот сюда тут мы покупали бетономешалку тут мы покупали бензокосу и возможно именно тут и будет та запчасть которая необходима нам погодка погодка вообще не фонтан сейчас всю правду расскажу что за херня то есть ребят но вот этот комплект то есть две трубочки вот этот фильтр стоит 280 рублей за какой хер казалось бы простая пластмассовая трубочка принципе мне нужна была только черная вот это и все а ценник как на самолет и она как бы тоже не сильно мягко такой уверенности нет что я ее натяну да не но она мягкая андрюш попробуй это она поможет мягче нет а что поюзана то мать его так главное ее одеть но я не смог ее одеть может давай я одену тебе диаметр аналогично попробую ребят я не знаю что получится во всяком случае других вариантов нет или пытаться натянуть вот эту старую как-то тут видишь где фильтр расширена растянутому можно попробовать перевернуть попробовать да возможно так получше она тут для как мягкая на бензине было все время а это ну короче блин а нормально все будет не очку если это просто представь если я вот эту перевернул и если она оденется и вот это было потрачено шок хочу ты сразу не перевернул я так не придумал я же сейчас когда выдернул фильтр спал я вот так пальцем дык дык помял она мягкая тут она бензине было я же не знал что так было и ты ни хера себе да но было бы вот это поворот короче херня получилось ряд ну попробуй все равно поставить новую на чем зря оплачено значит у тебя это а тут видишь вот эти разные видишь а это вообще как это вот это камень а это такая это можно чуть-чуть так это видишь какой-то фильтр какой у меня там фильтр просто ну сеточка пластмасса ну с дырочками как типа сыр делаем а это как похоже на аквариум знаешь как булька типа так слушай знаешь что хотелось на это самое поехали наверно купим аквариум это сетку для но не следует а ты вот этот надо ну для сыра поехали мало того или уже мало но мы же решили что большую хочешь поехали у нас маленькая показывал ребят срок который мы не надо купить и маленькую и маленькую и большую несколько хотя бы еще одну по-моему большая сильно большая но мы сейчас посмотрим ребят ой как закрутилось господи не мне кажется все будет нормально будет нормально сейчас выбора нет то есть я знаю что лучше не найду и выбора у меня нет ни на про любому надо натянуть и примут она уже все жесть она все ну да деревяшка это примут ну как бы шевелиться но наш из-за того что древенеет и от вибрации она лопается из-за воды получается но это как бы да вот она эластичность не потеряно да все поехали надо надо сейчас муку отдать да сейчас сам мало мамулечка открой пожалуйста андрюша он сейчас муку занесет от тебя дома нет а все все ясно тогда ладно тогда чуть попозже ребяту тут вот тут продают сырные как правильно сказать формы сейчас попробуем их приобрести если они есть сегодня но в тот раз когда мы были эти формы тут присутствовали если знаешь кто-то придумали заранее нет людей мы в поле выехали разве что какой-то полевой гном тут придет который захочет сильно телефон иметь в своем личном подворье где-то где-то в тазиках или нет вот тут еще ничего не бачу я думаю это не такой ходовой товар надо входящих у всех все задоилось сейчас просим но маленькую я нашел но она одна с ценниками не знаю можно брать нельзя а больших нету не вижу нам хотя бы еще одну маленькую но я так и планировала знаешь маленькую купить и больших нет недорогой 290 рублей так сыр как сделал так сделал это сколько молока я не знаю но хочу там вообще свежак у нас начал нечто похожее взять выбора долепите не долепли на там все равно не видно вот такие же точно как у нас ночью но и все взять и долепить и забыть ну как конечно они не хорошие ночью на кухне нас примерно такие же видишь тоже чуть отблеск идет не сильно не критично ну да это просто надо подумать где кусок такой ну где эти обои разместятся даже вот видишь винил написано винил а это такие же без картинки есть но понял ты вот на вот этот простенок вот где вот счетчик где счетчик и вот где дверь где счетчик и когда двери поворот и до двери поворот ну то есть и вот дальше продолжение то есть до гарнитура сделать вот таким а все остальное то есть простым прям офигенно будет в общем ребят ездили за формой для сыра из ну хотели в первоочередной накупить большую форму для сыра не хотела и маленький ну и маленькую в общем ее не купили ее в принципе нет ну хоть маленькую рвали теперь можно будет одновременно делать два маленьких сырка но маленькие они вообще козырно смотрятся когда маленькие они аккуратные большое не знаю насколько он приемлем и такие продавать можно прям вот куском или половинкой да 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 аккуратненько будет культурненько то есть насколько она большая форма нужно не знаю но в принципе в личном подворье обо мне помешало но к сожалению просто вот это вот фигня знаешь но как бы чем она плохая но смысле что какой недостаток она хрупкая очень под конец под я скажу горькую правду стойте никуда не уходить короче отдел я вот эту трубку на бенцеркосу но оказалось знаешь почему я не мог одеть эту трубку там вот этот штыки рок на которой одевается когда снимал старую он прям вровень с и штырьком шланга дело и то есть она шлангу хотела деть на шлангу и на одета осталось и вот еще срезала налегку оделась на новая но машина и старая мощнее делать будем считать что старая не оделась как бы то есть деньги потрачены в пустую как бы но просто я когда снимал вот эту белую прозрачно вы видела 2 белая обломился белый прям явно было видно что она обломана а такой раз раз что-то темненько думал грязная нифига не грязно шланг очка я ее срезал отдел весла и огонь теперь время без дождливая дождаться все косим обрабатываем от клещей счастье